далее соответственно вот раскачиваем таз плотно прилепили руку дать не кожу тянем да а именно кости раскачиваем как метроном туда-сюда чтобы стол накачался бедрами и обязательно придерживаться стол бедрами и тестируем пальчиками руки докуда идет движение ведь стал до пяток идет вот видно что пятки шевелится здесь до головы идет на головах дырки зажата в принципе вот вторую протестируем если где-то какой-то вот там не тестируются да то можно с этой стороны начать качать но тоже за кости плотно приложили и вести на обратную сторону и конец участок от отдельный участок раскачиваем и протестировали еще такой тест статка кайбера это когда берем и как бы отвалит такой гоним по всем позвонкам если он захватывается везде грубо говоря да то это нормально а где-то бывает прям вот не хватает не захватывать не хватает значит что во первых это нам подсказывает что компрессированные позвонки можно между ними расстояние между позвонками проверить расстояние должно быть примерно с пальчик то есть один пальчик вас должен проходить между позвонками либо это мышечная нагрузка либо это ребра сзади вот приподняты ребра поперечное сочинение то есть какая-то проблема в этой зоне есть если складка не делается да ну естественно если человек там полный то у него просто вообще не возьмешь и потому что другая причина вот и в этот момент мы как бы договариваемся с подсознанием я и ты мы с тобой одной крови как в маугли помните то есть не сознание сознательно человеком будет говорить да я расслаблен уже вижу давно а подсознание все равно что-то там контролирует поэтому мы как бы делаем опрос человека и вот момент подсознание успокаиваем подсознание как ребенка трех четырех лет можно испугаться зажаться убежать да а вот момент мы спрашиваю на чтобы снимали сегодня как после прошлого раза себя чувствуешь спинка болела такая приятная была еще что-нибудь там скажи поясница нормально отпустила да ну вот хорошо на сейчас мы начнем с массажа вот этой части и потом уже подойдем то есть развлечим тело размягчим и потом перейдем уже к жестким правкам мануальным правкам масло смотреть как наносим сначала на руки чтобы на тело человека не не львов не капалось ничего сейчас рисунок уже сотрется вот сколько нужно масло часто спрашивают а столько сколько нужно потому что дел каждого кожа своя до года впитываются быстро кто-то не любишь у скользила чуть поменьше делать масло года волосяной покров слишком обширен тогда побольше масло пойдем если вы предполагаете что например масло вам не хватит вот у нас есть такой лайфхак капельку масла даете на ты мостами руки и когда будете работать например на шее не хватило да так раз сняли и промассируем тут не хватило даже сняли на будущее да и промассировали еще у нас будут локтевые техники поэтому еще масло на локти обязательно выносите носим на локти ну и соответственно сет номер один начинаем с растирания сет номер 0 это вот поглаживание и размазывание масло уже прошло да это был свет номер 0 можно же локтями показать подсознание что будет очень жесткая работа да и теперь опрос клиента она мыс произошел теперь растирание всей зоны отсюда сих поперечных зоны открытую ладонью можно такой ладони спирали видно теперь вот у меня такое тело что моего дампера покрывают всю спину до окон не хватает тогда несколько проходов по наружной стороне по серединке и по центру можно двумя руками спирали видно делать движение можно с утяжелением то же самое принципе но главная цель смотрите у нас чтобы во первых стол не шатался то есть вы не в тело считаете что стол шатался да а поверхностно с кожей мы работаем с кожей стол соответственно придерживаем бедрами обязательно и и должен быть звук такой шик 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 соответственно трение уже начинает переходить кинетическое энергия трения в тепловую энергию переходит теперь продольно все продольно растерли и техника называется стежки от крестца для астиста отростки вот это мясо это колбаска который мы захватываем это параллитебральные мышцы между ними и астистами надо внедриться вот так вот новичком и растираем быстро энергично тепло до пошло по четырем зонам условно делим на четыре раз два три четыре зоны потом будет три зоны 1 2 3 где заходим вот туда даже глубже потом на две зоны 1 2 и на одну зону в каждой зоне примерно по четыре стежка вот на две зоны соблюдаем ландшафт работа только с противоположной стороной и одна зона быстро энергично здесь это второй рукой делал мах чтобы было еще энергичнее здесь движение идет чтобы не устали от бедра как в карате знаете туда повернулся стопа бедро и корпусом запустили руку туда в человек просто такое быстро энергичное движение сразу покраснение видите работаем соответственно с зонами так чтобы . дань цель на четыре пальца направлена на возделываю зону следующий сегмент у нас это вот прочная по сегменту да еще лопаточная зона будут потом пояснично-крестцовая зона потом ягодичная зона мышцы растут выглядит верно вот сюда лопатки верно вот сюда значит вдоль этих мышц растираем ядром ладони открыт ладонью потом одну ладонь открыли или так вот растираем как будто валик мы туда гоним ведь валик под большой палец поменять руки и дальше заменяем руку на все предплечье по шею ведь вот так и назад поднимая как бы трапезию поднимаем оттуда оттуда захватывать поднимаем снизу да и под большой палец свой и под большой палец это было все продольно вдоль мышцы да то есть соответственно ребрами открытием ладонами под большой палец одна лиза открытая потом это ребром это открытая и потом добавляем уже все предплечье этот обрез до стол заряжаем чучка вот такой движение под палец здесь соответственно чтобы было интереснее мы подкручиваем техника роли вот небольшим вращением все должны быть быстро и логично чтобы слышно было шик 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 теперь не обходим стол не надо ничего обходить по принципу эргономики лучше где вы стояли минимум шагов делать туда-сюда просто и разворачиваем перпендикулярно да и это тоже так и получается мы поперёк теперь этих мышц разогреваем и уходим по всему телу назад давай ягодиц вот разогрелась да теперь пояснище перстового зона близко близко чем ближе к друг другу всем теплее чувствую тепло пошло всеми предплечьями можно и переходим не верхний нигде он просто только одну зону вот это и теперь ягодичная зона вот так мышцы иду значит веерно вот в сторону вдоль них продольно да то же самое что с лопаткой ребами открытся ладони потом предплечьем переставили руки и получается делаем теперь перпендикулярно эти мышцы поперечно растерли все хорошо и ушли на самый верх кровь гоним вверх то есть наше движение зону делим в обратно последовательности от сердца а все движения у нас тренируется сделать в сторону сердца и вверх слову скажу если у человека повышенное давление то мы ему еще больше повышаем давлением тем чтобы у него кровь вверх к голове поэтому спрашивайте да если у него он гипертоник в этом случае все то же самое делается только просто вниз все тяжести вниз вот в следующем с этим номер два мы просто будем рассматривать вибрации всевозможные поэтому сейчас отработаем на практике друг на друге все растирающие методики водоле на буду на всех дорогие друзья вам душу здесь быть а не смотреть нас только по идеале все вам доброго